Покупала я ее в магазине на дизайн заводе в флакон, там продается официальная одежда Marvel, Angry Birds, Disney, вот, и стоила она, по-моему, 800 рублей, но футболка очень мягкая, очень приятная, официальная, так что мне кажется, по-моему, цена очень даже отличная и достойная. Продолжая тему больших футболок, я вам покажу вот такую вот футболку из American Eagle, это размер L, я ношу обычный XS или S, но она оставалась последняя, стоила она 199 рублей, я решила ее померить. И я поняла, что это отличная футболка, она прекрасно освежает, она подходит для того, чтобы ходить не на пляж, то есть одевать ее на купальник, или под нее можно одевать какую-то майку, и тоже будет отлично смотреться, ее можно носить на одно плечо. В принципе, возможно, ее можно и просто так носить, но аккуратно, потому что получается довольно большой вырез. Футболка очень приятная, вообще все вещи в American Eagle, они очень хорошо сделаны, точнее, из качественных тканей, поэтому они всегда очень мягкие и удобные. Также в American Eagle я купила две вот такие вот обычные майки, одну белую, а другую фиолетовую. Они там тоже шлипаксы, что-то так они стоят сколько? 599 рублей, а так две за 800. В общем, обычная классическая белая и вот такая вот фиолетовая, но у нее здесь такие вот швы прошиты белыми нитями, что, мне кажется, придает ей более спортивный стиль. Вот, майки очень приятные, пятки, я надеюсь, что они проживут дольше, чем живут майки из Zara, Bershack и Stradivars, потому что там просто швы все безбожно распадаются, нитки торчат, они растягиваются и, в общем, ничего хорошего. Вы, кстати, замечу, что это не обязательно дело цены, потому что у меня, например, есть майка такая из Forever 21, который, как все вы знаете, тоже очень даже недорогой магазин, однако она просто потрясающе смотрится до сих пор, хотя ей уже полтора года и все отлично. В магазине Stradivars я купила себе вот такую вот кофту, она белого цвета, как мы видим, и у нее здесь такие контрастные полоски, синий маленький и большая флюоресцентно-розовая. Очень сочно смотрится оригинально, но при этом достаточно просто, ее можно чем-то еще также дополнить. Она достаточно легкая, но подойдет, я думаю, так же, как и на зиму, так и на прохладные летние деньки. Она внутри такая немножко полотенчатая, вот, очень приятная и, опять-таки, очень простая, но с изюминкой. В общем, очень хорошая кофта и стоила она 129 рублей, так что вообще отлично, такая вот прекрасная кофточка. Так, следующий это магазин Pull&Bear, там я купила себе вот такую вот уже кофту, она флюоресцентно уже такого оранжевого цвета, при плетении белых и таких вот оранжевых нитей, очень красиво, очень, мне кажется, интересно. И также здесь вот такая вот аппликация в таком немножко этническом стиле, очень красиво, кофта достаточно объемная, но я это люблю, опять-таки, она подойдет как на лето, так, возможно, и зимой, хотя, конечно, не знаю, довольно у нее такой цвет, хотя, почему бы и нет, собственно, главное, правильно подобрать все. Она очень приятная, очень хорошая и очень красивая на мой вкус, и тут хорошо, что ее нужно уже дополнять никакими аксессуариями, все уже есть. И стоила она, естественно, пишет 799 рублей, но когда я пришла на кассу, меня там обрадовали и сказали, что она стоит 599 рублей. В общем, такая вот шикарная кофта. И продолжая с магазином Pull&Bear, я купила там вот такое вот платье, оно совершенно обычное, я такие люблю на лето. Хочу подметить, что юбка здесь не как обычно идет от талии, она идет от бедер, но все равно достаточно хорошо это смотрится, оно достаточно такое просторное, такое немножко объемное, совсем чуть-чуть. Вот. И, не знаю, оно подойдет как и летом, потому что оно очень такое легенькое, приятное, но также, я думаю, если одеть плотные колготки, какие-нибудь, может быть, даже грубые ботинки, будет отлично и осень. И мне кажется, летом ее можно прекрасно дополнить каким-то ярким поиском, и будет смотреться намного ярче и интересней. Столом это все 599 рублей. Вот, так что вот такое вот отличное легкое платьице. В преддверии концерта Green Day, который прошел 21 июня, влог о том, как я туда сходила, вы сможете посмотреть вот здесь, я купила себе две футболки. Первая это вот такая вот зеленая футболка с рисунком надписью Green Day, и этот рисунок это обложка альбома Duki. Это достаточно старый альбом Green Day, но старый не значит плохой, он просто потрясающий, обложка вообще просто. Воина с мозга это моя самая-самая любимая обложка вообще всех групп. Вот, и поэтому я просто не смогла пройти мимо этой футболки, к тому же она зеленого цвета, обычно весь мерч рок-групп, он весь черного цвета, а здесь она зеленая. Но это не официальный мерч, ну не важно. Все равно очень приятно, зеленая Green Day, все отлично. Она очень приятная по качеству, и она довольно объемная. Да, она достаточно большая, но я, как уже говорила, люблю такие вещи, и я в ней ходила на концерт, так что для меня это еще более памятная футболка. Стоила она, по-моему, тысячу рублей, или нет, вот честно, не вспомню. И вот такая вторая футболка, она уже попроще, черного цвета, она более маленькая, она облегающая, вот, и стоила она, по-моему, вообще рублей 500-600, вот честно, вообще на них цены не помню, но что-то такое, помню, что зеленая была дороже, чем вот эта вот черная. Покупала я их в рок-магазинах, вы можете посмотреть, где у вас в городе есть рок-магазины, и сходить посмотреть, что там есть. В топ-шопе я купила себе вот такие вот брюки, они черно, нет, даже не черные, а скорее такие асфальтовые, да, и они не то чтобы джинсы, это скорее под джинсу сделано, они достаточно легкие, здесь такие вот отвороты, такого фиолетово-баклажанового цвета, они очень облегающие, и они идут от талии, то есть такой с высокой посадкой достаточно, потому что у меня обычно все джинсы с низкой посадкой, для меня это немножко не свойственно, но сидят они отлично по фигуре, очень-очень хорошие, и немножко смахивают на лосины, также здесь очень хорошо, что глубокие карманы, так как я люблю носить телефон именно в карман, в карманах брюк, и стоила эта часть всего по 129 рублей. Следующая покупка из магазина New Look, если честно, обычно я там редко что покупаю, мне это ничего не нравится, как-то качество и вещи, и тут я что-то решила туда зайти, хотя захожу крайне редко, и там я нашла то, что давно-давно искала, именно вот такую вот рубашку в стиле милитари, я ее купила на размер больше или 2, размера не помню, в общем не суть, важно, больше я ее купила чем нужно, а зачем? Затем, чтобы использовать ее как куртку такую, некую, да, то есть никак рубашку не застегивать, я под нее одеваю какие-то футболки, майки, и уже на нее эту рубашку. Здесь рукава можно подворачивать или одевать как обычно, в общем, это потрясающая на самом деле рубашка, она сделана из очень плотного материала, она достаточно плотная, не продуваемая, но вместе с тем в ней не жарко, в общем, потрясающая, я ее уже вывезла на рыбалку, так что она у меня теперь по-настоящему такая охотничья рубашка, и я ей очень-очень довольна, особенно потому, что я ее так давно искала, стоила она, по-моему, 1299 рублей, но тогда еще не было скидок, вы можете зайти сейчас в магазин Вилук, если она вас заинтересовала, возможно, она там есть по скидкам. Далее это немножко неординарная на самом деле вещь, покупала я в H&M, это вот такая вот рубашка, на первый взгляд она достаточно обычная, но она вот такая вот очень-очень длинная. Не знаю, производитель хотел как бы, чтобы ее использовали как платье или не как платье, я не знаю, что тут у нас написано, у нас, у нас написано, что это платье, да, но я не собираюсь это использовать как платье, потому что это, мне кажется, будет похоже на какой-то бабушкин халат, а я буду использовать ее, опять-таки, как и вот эту рубашку Милитри, то есть как накидку, можно так сказать, под нее можно прекрасно надеть какую-то майку, шорты и идти. Будет очень-очень круто смотреться, также можно подвязать, и мне кажется, она просто отлично подойдет, чтобы пойти на какой-нибудь опен-эр или пикник или что-то такое. Она действительно очень-очень классно смотрится, прям, ааа, очень-очень круто, и она такого глубокого фиолетово-бордового даже цвета, в общем, да, и стоило это счастье 999 рублей, но эта вещь, конечно, на любителя это как бы безусловно. Ну что ж, с одежды это все, давайте перейдем к аксессуарам, а их было очень-очень мало в этот раз, первый это вот такой вот чехол для телефона, который я, на самом деле, забыла вам показать в прошлый раз, но, в общем, не суть, я не стала его одевать на телефон, так как у меня сейчас там другой чехол, который довольно сложно снимается, и этот же, кстати, очень легко снимается, одевается, за счет того, что он силиконовый, вот, и все у меня всегда спрашивают, что это за чехол, где я его брала, а, в общем, всегда делают мне комплименты, покупала я его на ebay, стоил долларов 5, наверное, если не меньше, ну, в общем, около того. Прекрасный чехол, отлично выполнен, и он ничуть не хуже выполнен, чем те чехлы, которые продаются у нас, только уже где-то по 1000 рублей. Они из разных цветов, но мне вот понравился вот такой вот голубой, мне кажется, на лето вообще потрясающий. Ну и последнее, что я вам сегодня покажу, это вот такая вот сумка, такого болотно-зеленого цвета, она сделана под замшу, она нейтральная, также здесь вот так вот вышита бисером, у нее есть бахрома со всякими клепочками, заклепочками, и также у нее очень интересная вот такая вот ручка, ремешок. Я не очень люблю все блестяще, но здесь это смотрится просто потрясающе, опять-таки клепочки, заклепочки, какие-то стразики, очень красиво, очень потрясающая сумка. Такая еще была в коричневом цвете, но мне показалось, что она, что эта смотрится намного как-то богаче, выигрышней, благородней, очень красивая. Внутри она достаточно обычная, у нее здесь, опять-таки, достаточно веселенькая такая подкладка здесь, один обычный карман, да, на молнии, и два там для ключей, для телефона. Эта фирма называется... Астре? Не знаю, в общем, это азиатская фирма, и покупала я ее в магазине Monorum, который находится на дизайн-заводе Flacon, опять-таки. Вообще, советую вам походить, если у вас есть в городе, какие-нибудь такие дизайн-заводы, вы в Москве обязательно сходите на вин-завод, на дизайн-завод Flacon. Там действительно очень много интересных магазинов, и в том числе вот этот магазин Monorum, там очень много каких-то вещей, привезенных из различных азиатских магазинов. Вот, стоит там, ну, достаточно среднее, что-то недорого, что-то дорого, в общем, по-разному нужно смотреть. Эта сумка стоила, по-моему, 2500 или 300, по-моему, 2500 или 2700. Ну, в общем, что-то такое, это стоила в диапазоне, таком, очень хорошая сумка. Она, на самом деле, несмотря на все вот это, то, что она такая зеленая, с похромой, с бисером и так далее, и так далее, она к очень многим еще подходит, и многие образы просто преображает до неузнаваемости. Это все мои покупки. Пишите в комментариях, что вам понравилось больше всего, что вы купили за последнее время. Также ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Всем спасибо за внимание и пока! И также не забывайте подписываться на мой инстаграм, там всегда есть новые обновления, все новости, все там!